Здравствуйте, государственный инспектор ГИБДД, старший лейтенант полиции Хасан Шин. Что там завели съемку у вас? Сегодня профилактические мероприятия направлена на безопасность дорожного движения по предоставлению преимущества пешеходам. На шести пешеходных переходах города в течение дня сотрудники госавтоинспекции следили за тем, чтобы автолюбители пропускали пешеходов. Ни дождь, ни снег, ни гололед для владельцев авто смягчающим обстоятельством не являются. Дорожные полицейские рекомендуют соблюдать скоростной режим. Только в этом случае водитель успеет вовремя затормозить, если пешеход неожиданно выйдет на проезжую часть. Автолюбителям необходимо быть внимательнее. Если он видит пешеходный переход, нужно обратить внимание на то, остановились ли соседние транспортные средства. Потому что если они снижают скорость и останавливаются, значит, скорее всего, на пешеходном переходе находится человек. В этом случае водителю необходимо притормозить вплоть до полной остановки. По статистике у ГИБДД за 10 месяцев текущего года в городе произошло 123 наезда в зоне пешеходного перехода. В результате ДТП 4 человека погибли. Травмы тела различных степеней тяжести получили 130 человек. Часто на переходах водители не замечают детей. Из-за их, как правило, невысокого роста. Начали вставить вот эти желтые знаки, это плюс. А ездят, не видно просто. Во-первых, стертая зебра, не видно. Внимательнее и получше знаки ставить. Вот эти вот желтые обрамления, он как раз помогает водителям видеть пешеходный переход. Не пропускать пешеходов вошло у автолюбителей в привычку. Только на этом пешеходном переходе за час было зафиксировано около семи подобных нарушений. Все водители, остановленные сотрудниками госавтоинспекции, получили штрафы по статье 12.18 Кодекс административных правонарушений в размере полутора тысяч рублей. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.